Ну что, теперь актёры, купленные Кремлём и оплаченные лично Путиным, расскажут о некоторых чудачествах силовиков. Село Новосветловка. Что, обстреливали? Нас особенно, где меня забрали. Меня забрали, мне 26 июля прихватило сердечко. Я жил в Коноплянке, оттуда с аэропорта. Так начали бить меня. Ну, я сердце схватило, сын вызвал такси из Краснодара. Меня забрали, увезли, залезли в больницу, полагали. Здесь, в Утуре, оно нет. Мне сказали, что или везите в Ровеньки, или в Краснодар. Меня было договорились, в больницу увезли. Я в больницу три недели пролежал, пролежал в три больницы, три недели, а потом начал, чтобы выехать сюда, приехать. Сколько труда вложил. Ну, хорошо, помогли мне люди, чтобы убрали, убрали, картошку выкопали, все. Будь он проклят, если ты оператор Порошенко был. Чтоб ему с собакой бешеной ни дна, ни покрышки не было, и его семье, и его детям. За яйца его козла драного повесить, гада проклятого. Порошенко, да? Да. Понятно. Оставить, как он нас оставил, и его там все самое, козла драного, без пенсии. Говорит, третий месяц я, сынок, пенсии не получаю. Третий месяц. А жрать-то мне хочется. Хорошо, ну хорошо, что у меня еще там в огороде, что там картошина хоть какая-то есть. Так я-то... А вон в городах, в Лутуино, в центре, люди же... Как? Где он возьмет, сынок? Где? Если ты живой человек, понимаешь, так... Понимаешь, как это больно. И сейчас козел драный взял, мин понаставляли. Люди на минах подрываются. А мирного населения много погибло? Не знаете? Хватает. Хватает. Очень много. Вон это что, смотри. Ты думаешь, это без жертвы пошел? Говорят, министр здравоохранения в Луганской области погиб. Женщина погибла. Министр здравоохранения. Только избрали при прямом артнолете, это, в воздушном налете погибло. Министр здравоохранения в Луганской области. И сейчас вот жертвы какие. Старики умирают. Ни газа, ни света, ничего нет в Луганске. И у нас так же самое, где меня довезли до первозванки. Ну там хоть газ. Люди своими силами. Два раза газовую линию перебивали люди своими силами. И сейчас пытаются восстановить электроснабжение. Своими силами люди пытаются возобновить. А во Внухино, во Внухино без света сидит. И раздвали в этой свете сидит. Мы без света сидим. Права. А машина вон стоит. Не в курсе, конечно. Не надо, но здесь они снимают. Это меня может снимать, не курс. Расскажите, что здесь. Ну что, поехал на Освитлок у Слысова. 13 числа в 6 часов вечера. И больше не вернулся. Вот позавчера нашли в машине труп. Одни кости остались. Эти твари его расстреляли. Или, не знаю, гранатометом, или пулеметом. Или чем они? Скоты его убили. Приехали они до нас в средня. Підогнали до самой кухни, до векна танк. И начали нас выгонять из наших подвалах. Ну, в подвалах. Ну, в друге здание, в Куман-постах. В друге здание. Ну, подзривали замки на гаражах, квартирах. Взгнали у зятя машину «Волга» 14-76. Десь, кажуть, була згорівша «Волга». Ну, кто ее знает. Не будем же мы ее там шукать. Позривали дешеволученько, начали выбирать. Забрали там то одеяло людей, ну, лично, на продукты. Молоді хлопчики, ті скромнейше вели. Ті до нас тактично питали, чи у вас есть и есть. А ці другие какие-то прийшли, ці вообще постарше, там по 30, может, по 35. В общем, позабирали в нас и крупи, и масло, и муку. Ну, все, что мы могли, и сало, и закритие, остались помидори, да, огоньки. И швиденько. Тут уж женщины так прямо загнали машину чиюсь. Погрузили все вещи хороші, зятя від дочки. Не, она там плакала вся. Соседи бачили, она тоже по красно-звездной проживає. И ночі вони нас не пускали. Ну, правда, нас пускали, бо в нас там живності. Хозяйство, птиця, так разрешали води принести. А что про церковь вы рассказывали? А про церковь, з красно-звездной, з подвала забрали людей, поставили на колені. Стали авто за автоматів стріляти. Люди стали плакать. Ну, це я сама ж не свідок цього, а я ваще. А по розказу людей, які там були. Люди стали розбігатися, кричати. Ну, в общем, це страх Господній було. А зачем вони собирали церковь людей? В церкві зачем вони людей собирали? Ах, я це ж не знаю, що вони там... Заставляли Богу молитися. Ну, вот, розкажіть, ось ця дівчина, ось ця дівчина з красно-звездной. Та дівчина, ви ж молодші, ви з красно-звездной? Да, з красно-звездной. Вот, вона якразом... Расскажіть, а що тут відбувалося, як вели себе солдати і так далі? Ну, як вели себе? Делали у нас зачистку. Вот, позабирали у нас і симки, і батареї на телефон. Сказали, що з вашої вулиці ви тут ходите, а потім нас обстреливають. Церковь нас загнали. Сказали, для проверки документа ви оставили на ночь. А потім градом, ну, ударило градом. І ми, коли в 12 часів в нічі выскочили, оттуда не сказали, ну, можете йти додому. І ми біжали в 12 часів в нічі по красно-звездной. Говорит, ну, ви, бігите, там растяжки стоять. Ну, вони 150 кг выдержат. Ну, ваше счастье, якщо ви додому добіжите. Ну, і ми біжали всю дорогу, кричали, не стреляйте, пожалуйста, ми в церкві, ми мирні люди. Ну, так, і він напротив нас там, ну, він в ополченні, там, мужчина. А зачистку, коли делали, вони так сказали, що зачистку, там один молодой. Так він вообще мене дулом в живот тыкал. Ну, що ти, можна сказати, сука, блин, не знаю, що тут сепаратист самый главний живет, що ти мені розказуєш. Я їх просила і молила, і на коленях чуть не становилась. Говорю, пожалуйста, у вас ж ж такая мать, він молодой такой. Говорю, така ж ж мать, говорю, как вы, я ничего не знаю, ну що я буду говорить. Я вже просила, він, говорить, де ти работаєш? Я говорю, в больнице, в психіатрі. І він, говорить, нам такие люди нужны, за руку мене хватає і ведет. Я говорю, пожалуйста, я говорю, куди ви мене ведете? А він нам, говорить, такі, ну, я говорю, санітарка, говорю, какая? Я говорю, я ж не врач, не медсестра, що я могу, говорю, сделать? Ну, він потом, він був під цим делом, не знаю, ну, так вот, ходили тож кожний день, разрешали нам даже за двор выйти, вообще, стреляли, і з огородів стреляли, і йдеш, выйдеш во двор, і думаєш, щас пуля какая-то где-то вылетит і убьет тебя. Заїжджають, начинають бомбити? Да, заїжджають, прям к воротам подходят, і на вот такі вот, будуть, становятся. Ворота подходит, начинають стрелять з минометів, миної летять, а потім нам надо включити. Так, да, становятся прям возле ворот, і заїжджають на цих всяких машинах своїх, становятся і бьют. Я пережила і війну страшно, було мені, я підростком була, робили на полі, коровами-мами пахали, ми водичку підносили, збирали колоски, дорослі подавали машинами, молотили хліб, а ми стояли на волокушах, ми з кіньми тягували солому, полову, тяжко було, ну все на душі було радостно, старалися аж для колхоза, тоді в нас тут багато колхозів було, по силу і нове життя, і рившлях, і каліні у нас колхози були, а це я таких карателів я не бачила, ми думали, що ми вже не переживемо, що нам уже конец, що нам конец, синочок. Там багато клювки вставить, що ми вже коровуємо.